Теперь все табачные изделия в Казахстане будут со специальной маркировкой. Новое правило не распространяется на табачные изделия находящиеся в продаже. Маркировкой сигарет займется производитель. Код будут вносить на полиэтиленовую упаковку на производственных линиях. Сделать или подделать его будет практически невозможно. Эти онлайн-кассы на сегодня должны иметь возможность производить выбытие товара посредством двухмерных сканеров. Поскольку датаматрикс-код, которым маркируется товар, он не может считываться и вводиться вручную кассирам. Поэтому надо будет приобрести такие сканеры. Сегодня у нас фактически более 10 вендоров, кто производит эти сканеры. Вся эта информация есть на нашем сайте. Вы можете, маркировка КИЗет, ВВВ, маркировка КИЗет, вы можете с этим ознакомиться. Согласно постановлению, обязательной маркировке табачных изделий подлежат сигареты и все виды табачных изделий. Стики, сигары, сигарилы, неогреваемый табак. Что касается 2D-сканеров, на сегодняшний день вендорами этих сканеров реализовано порядка 55 тысяч сканеров, что примерно около 60% обеспеченности торговых точек. Спасибо. Азамадзин Иванович, в целом расскажите, вот сейчас речь идет о продаже сигарет. А какая ситуация по альтернативному табаку? Это стики, сигары и в том числе другие виды. По их продаже такая же ситуация? По внедрению маркировки на альтернативные табачные изделия, такие как стики и прочие жидкости, никотиносодержащие жидкости, согласно 568-го постановления, обязательная маркировка наступает с 1 апреля 2021 года. Заказать аппараты для маркировки можно в Казахстане, не прибегая к услугам заграничных поставщиков. Шудин Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.